О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. К слову, просвещение. Просвещение я везде и всюду смотрю, потому что я довольно часто интернет-издания-то открываю. Ленту РУ смотрю внимательно и не понимаю, о чем идет речь, господи боже мой. Во всем мире, во всем мире, в нормальных странах России, естественно, все продается. Почему этого нет в Магнитогорске? Вот это возникает у меня дивный вопрос. Что же сложного? Что сложного, допустим, а сейчас вам будет просто идеальный вариант, потом этот материал вы сможете найти и посмотреть. У нас, допустим, продают так, а делать нечего. Почему у нас нет джип-поездок? У нас джип-поездки сели в Магнитогорске, проехали 25 километров и спокойненько джип-поездки по верховьям Уральских гор. Можно и туда залезть, вовнутрь. Я-то катался, поверьте мне. Эти джип-поездки не только летом, они и зимой очень шикарные. То есть вы даже не понимаете, что это вы можете сделать. Таких вещей я могу сделать прямо сейчас очень большое количество. В мозгу-то моем они существуют. Но вы боитесь. Почему вы боитесь? Даже если вы хотите сделать, допустим, ИП, можно делать ИП. Гораздо проще взять ОООшку. И взять себе аренду здесь, в Альфа-центре. Потому что вы должны понимать, нам нет необходимости ездить в Москву. Нам нет необходимости. Почему у нас в Магнитогорске вы не выпускаете велосипеды? Почему вы не в Магнитогорске не выпускаете электросамокаты, электроскутера и электромотоциклы? Почему в Магнитогорске вы не выпускаете замечательные электромашинки? Я имею в виду электронастоящие автомобили. Это неужели вам сложно сделать то? Господа мои, ну не надо думать, что только на комбинате вы должны работать. Город Магнитогорск первоначально планировался на полтора миллиона человек. И он может это быть. И вы это можете сделать. Для этого вам необходимо показать, что город Магнитогорск, он изумителен. Меньше и качественнее жизни. Если честно, я ездил по всем городам России только два города. И Магнитогорск для меня идеальный вариант. Немного надо остыть. Но что может быть лучше качества в идеальном месте? По сути, все кардинальным образом поменялось. И вот вам результат. Магнитогорск стал городом уникальным. Здесь есть желание и есть все возможности. И есть Альфа-центр. Спокойное, качественное, уютное место без пробок. Даже пешком пройти от трех артерий и от вокзала за пять минут. Не говоря о доступном варианте купить все вещи от и до в магазинах с минимальной наценкой. Как и покушать, как и отведать кофе, как и посмотреть кино, как и пропутешествовать. Ну как, а? Достойное место? Вы знаете, когда мы сюда переехали, у нас сразу у всех настроение поднялось. Стали работать лучше. Все поперло в гору. Почему? Почему? Тут престижно. Совершенно другая атмосфера. Вам это нравится? Конечно. А ценники за аренду, насколько они серьезные? Приемлемые. То есть, в принципе, можно спокойненько заниматься бизнесом и спокойненько работать и на аренду, и на свой замечательный карман. Да. Вообще, пару лет назад мы рассматривали вопрос о том, чтобы приобрести какое-то нежилое помещение, ну и вместо аренды платежей платить ипотеку. Но мы отказались от этого варианта, потому что Альфа-центр, наши арендодатели, они снимают с нас большой пул вопросов. То есть, это вся инфраструктура, энергоснабжение, интернет, поддержание чистоты, безопасность, ну, сохранность имущества, личная безопасность, пожарная безопасность, проверки. То есть, все это нас очень сильно отвлекало бы от работы, и некоторые моменты, например, те же самые проверки, могли бы вообще привести к закрытию бизнеса. Сейчас мы удовольствие иметь дело вот с этим всем лишены, и мы можем спокойно сосредоточиться на нашей работе. То есть, можно сказать, что аренда, как бы, она вас не сильно напрягает? Да. И это, по-моему, главное? Да, видите, сфера IT у нас бизнес, стоимость активов складывается немножко из другого, и, скажем, основные средства здесь не столь важны, как, может быть, для других сфер бизнеса, то есть, чтобы мы получили там свое нежилое помещение, то есть, в нашей структуре это не так важно. Удобное расположение, в принципе, доступно, к примеру, обед тоже, плюс, я считаю, комфортно себя ощущаю в помещении, то есть, не холодно, не жарко. Вы работаете не первый год, правильно? Нет, не первый, наверное, а второй идет. Второй год, да? Угу, все верно. Просто у меня возникает вопрос, есть люди, которые хотят работать на зоне, ну, у нас есть такая штучка отдельная, то есть, они оттуда не могут выходить. Здесь же вы можете спокойненько прогуляться, развеяться, да, в крайнем случае покушать, в лучшем случае пойти тут же купить, если необходимость, медицинские изделия, то есть, в принципе, как бы, это больше удовольствия, так ведь? Да, соглашусь с вами, никаких ограничений нету. И мы получаем больше удовольствия именно в альфа-центре? Да. Теперь еще надо остыть. Это уникальность, но она есть. Хоть есть желание увидеть качество, есть возможность работать, есть желание видеть будущее, да, сложности есть, но можно всегда это сделать. Можно, можно, окунитесь в мир того, что вы видите в интернете и сделайте это в городе, потому что есть все для вас. Вы даже не будете думать, это сделано для вас. Вот что дает вам альфа-центр. Что вам для этого необходимо? Легко и просто. Пришли сюда, договорились. Здесь вы даже можете через лизинг открыть все, что вам необходимо. Давайте про понты ваши забудем, про то, что ваша машина должна быть круче, чем машина соседа. Это не нужно. Вам необходимо сделать нормальный бизнес. Нормальный бизнес для себя, для вашего персонала, с которым вы будете делиться. Поверьте мне, это необходимо делать. И тогда все будет красиво и ровно. Таких вещей очень много в городе Магнитогорске. Мы по сути событий только, ну где-то если будем говорить по топу, процентов 5. А все остальное это где? То есть нету ничего того, что можно было бы сделать. А это можно сделать. И место есть, и качество отличное. И я вам всем говорю. Ребятки, ну давайте все-таки подумаем, что рано или поздно у каждого человека есть мозги. У каждого есть мозги. Кто-то не хочет их включать, ну это его проблема. Но я говорю для тех, кто хочет их включать. Спокойненько занимайтесь, спокойненько открывайте бизнес, спокойненько регистрируйтесь. И пускай это будет Альфа-центр. И для вас все будет идеально. Вы сможете это сделать. Я бы это сделал. Хотя почему нет? Может и сделаю. Продолжение следует.